Просто коллег по цеху. Недавно вы уже видели новые отзывы певцов из Казахстана. Некоторые из них даже предлагали дать Димашу еще одну награду за доблестный труд. Краткое интервью Нурлана Абдулина, казахстанского певца. Чем сейчас занимается Димаш? Просто невероятно! Я бы вручил ему медаль Героя Труда. Но самым первым на этом поприще отметился певец Сергей Рогожин, завоевавший невероятную популярность песни «Ревность». Исключительно из профессионального интереса. Он там сейчас просто персона вторая после президента в Казахстане. Молодой парень, который сидит рядом с президентом на разных там этих самых ситуациях. Можно сказать, Сергей был первым не только популяризатором творчества Димаша, но и, как это принято говорить в сообществе дорогих, реакционером, специалистом, собирающим реакции на творчество певца. А как же были важны эти отзывы именно в тот момент, когда Димаш только начинал завоевывать музыкальные высоты в Европе? Сергей Рогожин неспроста был заинтересован феноменом Димаша, потому что сам Сергей покорил зрителей исполнением песен с высокими нотами и энергичным музыкальным рисунком. Он знает, как непросто даются эти высокие нотки. А у Димаша все-таки очень уникальный голос. Голос — это тонкий инструмент. Эти верхние нотки, они тоже не просто так даются. Сколько у него? Там шесть октав и еще пару нот сверху. Вот, больше шести октав. Надеемся, Димаш смог поблагодарить Сергея за его столь важный на тот момент отзыв. Мы также помним реакцию Александра Серова на творчество Кудайбергена. И какое совпадение и маме Димаша, и нашему любимому артисту нравятся песни Александра. Димаш, по его собственному признанию, очень часто пел их в караоке. Красивую афишу с огромной фотографией артиста Светлана Айтбаева разместила у себя на страничке в Инстаграм, что является, конечно, данью уважения к артисту. Уж кто-кто, а мама Димаша разбирается в музыке и ценит творчество Александра. В одном из комментариев Светлана написала, Сегодня в нашем родном городе Октабе с полным аншлагом прошел сольный концерт звезды российской эстрады Александра Серова. Александр Николаевич, большое спасибо вам за прекрасный вечер, за любимые наши песни и за теплые слова в адрес нашего Димаша. А мои тети являются вашими фанатками. Творчество Димаша полюбилось всем, кто хоть как-то имел возможность с ним познакомиться. Даже Филипп Киркоров с помощью Игоря Яковлевича смог разобраться в этом вопросе и без восторга, но все же похвалил исполнительский талант Димаша на передаче у Андрея Малахова. И это при том, что Димаш спел песню из репертуара Филиппа. Вот эти оценки именно таких певцов высокого ранга очень важны. Многие почитатели творчества певца ждут их. Почему так происходит? Да потому что Димаш, хоть и талантливый, очень-очень, но, как говорят, новенький на российской эстраде. Его взлет можно сравнить с полетом ракеты, поэтому его и называют космическим парнем, как это частенько делает, к примеру, Игорь Крутой. Я не люблю бросаться там такими уж словами, но он космический парень. И именно Игорь Яковлевич совершенно случайно поведал нам через Инстаграм о реакции Аллы Пугачевой на исполнение ее песни «Димашем». А теперь по порядку, друзья. Игорь Крутой у себя на странице в соцсети опубликовал видео, где его партнер и друг Димаш Кудайберген исполняет легендарную песню «Любовь, похожая на сон». Также Крутой поведал об истории создания хита. Изначально писал его для Аллы Борисовны Пугачевой, которая этой песней заканчивала юбилейный концерт. Композитор переписывал музыку 18 раз, прежде чем она устроила Примадонну. Хит Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» четверть века назад произвел настоящий фурор, став песней года 94. Песню на музыку Игоря Крутого отметили премией «Овация», как шлягер десятилетия. Как рассказал сам композитор, после выхода песню буквально полюбили все. Композиция позже вошла в альбом Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». В комментариях под публикацией поклонники задали очень важный вопрос, а как сама Пугачева отнеслась к тому, что сейчас ее песню исполняет Димаш Кудайберген. И действительно, публично Примадонна не критиковала, но и не хвалила Димаша, из-за чего не ясно, каково же ее истинное отношение к происходящему. Может ли быть такое, что Пугачева злится на Димаша, да и на его наставника Игоря Крутого, за решение перепеть ее песню, которая была визитной карточкой для самой Аллы Борисовны. Игорь Яковлевич на вопросы о том, не впал ли Димаш в немилость Примадонны, уже ответил. Композитор отрицает подобное. По его словам, Пугачева уже отреагировала на исполнение своей песни в личной беседе с Крутым. Реакция Аллы Борисовны на то, как спел Димаш ее песню, была положительной. Но почему же Пугачева не высказала своего мнения о Димаше раньше? Ведь поводов у Примадонны было предостаточно. Объяснение простое. Она считает Димаша Кудайбергена состоявшимся певцом. Ведь как-то не принято после каждого исполнения кавера ее песни обсуждать вновь вышедший вариант. Песни Пугачевой перепевают часто и густо. Было даже несколько концертов, на которых исполнялись исключительно каверы на песни Аллы. Вот после одного из таких специальных концертов Алла Пугачева детально каждого выступающего похвалила. Да, так было, но там пели молодые исполнители. И весь концерт был задуман как реклама перед ее сольным юбилейным шоу. Кстати, участие Димаша в памятном сборном концерте «Подарок для Аллы» является лучшей оценкой для певца. Ведь организатором и ведущим этого мероприятия был Максим Галкин, муж Аллы Борисовны. Сами понимаете, отбор и порядок выступающих был жестким. Как вы думаете, почему Димашу, на тот момент еще не столь известному российскому зрителю, удалось попасть в число участников концерта. Думаем, тут не обошлось без помощи маэстро Игоря Крутого. Димаш Кудайберген. Димаш покоряет, как вы знаете, уже весь мир и выступает с успехом в Америке и в Китае. Еще раз давайте поаплодируем ему. Кстати, Алла Борисовна давно помогает, как может, талантам из Казахстана. Да так, что после даже небольшого участия Примадонны в творчестве артистов, их карьера тут же идет в гору. Вспомним, например, Батырхана Шукенова, которого Алла Борисовна так удачно взяла под свое крыло. Как ни странно, но резкий скачок в популярности Батырхана связан не с кем иным, как с Филиппом Киркоровым. Да-да, именно он хотел прихватить уже раскрученную в Казахстане песню Батырхана Джулия и спеть ее. Но справедливая Алла Борисовна сразу поняла – надо дать дорогу талантливому певцу из Казахстана, чтобы он радовал своим творчеством не только своих земляков. Зритель нашего канала по имени Дамир Лаев написал нам по этому поводу вот что. Киркоров не работал первым в это время, а студия уже выпустил песню Джулия. Тогда Филипп был в Алмате. Он услышал песню Джулия и взял диск. Когда он уже был в Москве, эту песню прослушала Алла Борисовна. Филипп сказал ей, что песню Джулия ему подарили в Алмате ресторанные певцы. Пугачева не поверила и попросила Преснякова найти группу, которая пела эту чудесную песню. Тогда у Преснякова был концерт в Алматы, и он нашел группу А-студио и пригласил в Москву. В это время Филипп уже сделал аранжировку для песни Джулия. Пугачева, услышав, что нашлись реальные исполнители песни, сказала Филиппу – все, удали песню, она не твоя. В это время как раз к дому Аллы Борисовны подошли Батыр с Байгали. И все, теперь их ждал шоу-бизнес СССР. Друзья, давайте вспомним и то, как Алла Пугачева с Лободой поддержали уникального певца, самородка участника шоу «Голос Тети» Ержана Максима. Что уж говорить, тогда юного таланта откровенно недооценили, присудив лишь второе место в результате манипуляций Алсу. Ой, сколько же шума было тогда! Муж Примадонны Максим Галкин очень возмущался и говорил, что по мнению его семьи победителем шоу может быть только Ержан Максим. У нас есть свой домашний победитель, это Ержан Максим. Спел невероятно, а победитель, я считаю, один. Ержан Максим. Класс! Но одними разговорами дело не кончилось. Алла собрала юных участников шоу «Голос Тети» в ресторане. С каждым поговорила, послушала, похвалила, сфотографировалась и вручила всем участникам шоу «Голос Тети» золотую звезду Аллы. Приятно было смотреть на Ержана Максима. Отныне с таким уникальным подарком на груди он стал появляться на всех официальных приемах дома в Казахстане. Вот такова реакция Аллы Борисовны на певцов из Казахстана. Спасибо Игорю Яковлевичу за такие милые подробности. Спасибо зрителям нашего канала. Сразу скажем, в шоу-бизнесе не принято выносить ссор из избы. Так что Игорь Крутой пожертвовал своим авторитетом ради нашей радости, рассказав секрет Аллы Борисовны. Но потому наш канал и называется «Звездные секреты», что иногда нам удается раскрыть зрителям ту или иную тайну. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». «Звездные секреты»